Всех приветствую на нашем канале. Я в Тихуана. Погода сегодня прекрасная. Вдоль границы уже наблюдаются ребята в военной форме. Сделано это с одной простой целью – остановить нелегальную иммиграцию. Ребята, которые незаконно оказались в Мексике, используя какие-то лодки, вплавь, переплывали через реку из Гватемалы, фактически показали, на что они способны. Ну и решение Дональда Трампа о том, чтобы как-то усилить границу, очень правильное. Например, если вы купите себе билет из Мексики до Тихуана или до Мехикали автобусом, где-то тысячу километров вы будете ехать вдоль пустыни. Это будет дорога. С левой стороны будет Мексика, и с правой стороны будет США. Никаких заборов, никаких патрульных машин. Вы можете спокойно пойти в пустыню, или через 150-200 километров уже оказаться в США. Конечно, если вы здравомысливающий человек, и вы пойдете пешком, либо поедете на машине, и вы не знаете местность, у вас будут проблемы, либо вас изжарит солнце, либо вам будет ночью очень холодно, там водятся дикие животные, которые крайне агрессивные, ну и так далее. Если вы все-таки дойдете до США, ближе к населенному пункту, естественно, вас остановят, там летают вертолеты. Но в Мексике очень много людей, особенно вдоль границы, всякие разные преступные группировки, которые помогают ехать нелегально в Соединенные Штаты. И те, кто сейчас, в настоящий момент, двигается в сторону Тихуаны, явно об этом знают. Но если не знают, то будут пытаться как-то пересечь границу без статуса ассайлона, без подачи на убежище на КПП. Такое я часто встречаю. В Тихуана, наверное, раз в 10 минут кто-то перепрыгивает через большой забор, который находится на берегу Тихого океана, пытаются переплыть 3 метра от забора вперед, несмотря на то, что вода холодная. Просто прыгают, кто-то там кому-то помогает, их задерживают тут же на границе, с ними не разбираются, сразу их подвозят и просят обратно. То есть с ними никаких проблем вообще нет. И когда их в малом количестве, когда людей очень много, особенно показавшие свою неблагонадежность, действительно это может быть проблемой. и я думаю, что войска сделают свое дело. Сразу скажу, что это уже четвертый караван, который лично я сам встречаю в Мексике. Как правило, одна четвертая часть только доходит до границы. И делают все официально. Опять же, когда они видят, что в Тихуана много людей, что там списки, что нужно ждать, что жить в гостинице дорого, по ночам холодно, они возвращаются обратно, просто прикидывая свои шансы. Сейчас есть у этой группы лидер, и он не один. Это могут быть правозащитные организации. Кроме того, в этой группе в нее затесалось очень много всяких разных преступных элементов, ну и так далее. Не мне об этом судить. Я думаю, что найдутся те, кто вычленит из этой группы наиболее опасных. Действительно, очень много людей двигаются в сторону границы, и решение Дональда Трампа, оно очень правильное. Чем все это закончится? Просто увеличится срок ожидания на границе. Сейчас это 4 недели, будет 2 месяца. Естественно, они дальше Тихуана никуда не пойдут. Ну, максимум до Мехикали. Потому что в других местах опасно. Другие места, они однозначно не попадут. Нужно тратить деньги на билет. Денег у этих ребят нет. Ну и плюс безопасность. Я думаю, что если они окажутся в той же самой Сануре, или пойдут куда-то дальше, в сторону Нью-Мехико и Техаса, их просто ограбят, все заберут, и не знаю, что с ними произойдет. Потому что нужно быть с местным проводником, с человеком, который все это знает. Вот сегодня у меня есть возможность ответить на комментарии. Здесь возникли там блогеры, которые говорят о том, что кейс на убежище не нужен, что можно приехать в Мексику без кейса. Да, это правда. Можно приехать без кейса, потом дальше зайти в иммиграционный лагерь, а после этого звонить своему товарищу, если он есть из лагеря, и тратить там около полтора-два доллара за минуту, объясняя товарищу, что нужно ему прислать в лагерь с помощью почты, что нужно перевести, как связаться с родственниками и так далее. А если вы с детьми, да, конечно, вы в лагерь не попадете, вам ничего не нужно, опять же, до определенного момента. Потом вам это будет нужно. И кто вам будет это делать, это большой вопрос. Если вы хотите воспользоваться услугами американского адвоката, ну, проблема-то у вас возникла не в Америке, проблема возникла в том месте, где находимся мы. Наверное, мы можем больше собрать для вас того, что нужно для убежища, чем те люди, которые находятся сейчас в Америке. Скажу, что очень часто с нами связываются американские адвокаты, паралегалы, которые просят нам помочь взять какой-то документ в прокуратуре, в следствии, в каких-то медицинских учреждениях, если мы говорим про Россию. Да и из Бишкека тоже что-то запрашивают. То есть вы приехали, ну и что? На чем будет строиться ваш кейс? На ссылки правозащитных организаций, на текст, который американский адвокат вам положит на бумагу. Но у меня есть образец, например, это книга, которую я купил за 700 долларов, которая частично уже переведена. в ней тысяча дел, выигрышных дел, судебных прецедентов. Ну, не знаю, одно дело писать под копирку, другое дело видеть, каким образом строится кейс. Ну, опять же, мы никого, ни к чему не принуждаем. Вы можете обращаться к адвокатам, можете ехать сами, можете обратиться к нам. Мы можем помочь в этом деле собрать доказательства, раскрыться полностью для кейса. Есть у нас для этого психологи и так далее. По поводу Карлоса. Третий такой момент. Тоже в комментариях был. Если нам не нужен кейс, тогда нам нужен только Карлос. Ну, вы сначала доберитесь до Карлоса. У нас, ну, мы этим давно занимаемся, мы обладаем фактически всей информацией, связанной с тем, как вы доедете до Мексики, как вы будете пересекать в аэропорту паспортно-визовую службу, на какой рейс вас посадят, там, и так далее. Мне не так давно на электронную почту пришло письмо от нашего партнера, который работает в компании, в крупной компании, это туроператор. Я увидел рассылку. Конкретно рассылка связана с гражданами СНГ, кого сажать на рейс, кого не сажать на рейс. Также я в предыдущем видео говорил о том, что все эти круизные лайнеры, когда вам в Москве обещают, что вы там сможете спокойно, без мексиканской визы, без вообще, с обычным пустым паспортом, гражданина СНГ, сойти на берег, в Коста-Майя, или там, например, где-то еще на побережье. Я думаю, что, не думаю, я точно уверен, что это маловероятно, и у вас это не получится, потому что сейчас у нас есть живой пример, когда человек просто не пустили с корабля. Он находился фактически двое суток на корабле просто возле границ Мексики, прямо в Мексике. Просто там был офицер, эмиграционный офицер, который его не выпустил. Хотя у него была проплачена экскурсия, и он мог спокойно выйти. Это не работает, ребята. Так что до Карлоса нужно добраться. Опять же, Карлос, да, он вас может сопроводить, а дальше что? Что вы будете делать дальше? Вот. Итак, много лестных слов у нас в комментариях. Говорят спасибо. Кто-то, наоборот, негативные отзывы нам оставляет. Скорее всего, в 2019 году вы сможете въехать только по визе. Все остальные пути закроются. Рано или поздно закроются. Опять же, вы можете мне верить, вы можете мне не верить, но я борюсь во всем этом. И вправе делать свои заключения, иметь свои мысли по поводу таких мероприятий. Так, друзья, подписывайтесь на наш канал. Удачи вам в эмиграции. Всем всего доброго. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова